Добрый день! Добрый день! Говорите вводное слово! Сегодня мы хотим обсудить алгоритм входа и выхода в экосеть или придумать еще одно название этой самой сети. Мы будем говорить о названии этой сети и о правилах входа и выхода, да? Да. Вот. Ну, я бы пока не заморачивался с названием. Моя практика, очень многолетняя, со всякими названиями, показывает, что надо просто жить с тем названием, которое есть, а постепенно люди будут приходить, высказывать свое недовольство и говорить, что-то нам это не нравится, давайте переименуем, ну и так далее. Вот. И будем что-то формировать. Вот у меня такой подход. Как вы на это смотрите? У нас подход дедуктивный. Мы обычно немножко мучаемся подольше и смотрим, что происходит в сети. Потому что есть очень много названий, похожих на экосети. Когда кто-то пытается вас найти и почитать про вас, наталкивается на кучу-кучу одинаковых названий, среди которых можно сблудиться. Ну, это тоже маркетинговый подход. Поэтому мы какое-то время обычно тратим на имя, чтобы подумать заранее. Первое. Второе. Надо как-то называть все-таки домен, чтобы было удобно. И мы же, если начинаем уже эко-сеть крепить, у нас появляется везде это название. И раз мы уже начали это запускаем на уровне программных кодов, оно будет достаточно долго привязано. Поэтому на нем стоит чуть-чуть подумать. Ну, ладно. В общем, у меня пока вот я не ощущаю никакой необходимости другое какое-то название. Да, я смотрел в сети. Там есть разные эко-чего-то, да. В том числе и эко-сети есть. Вот. И там у них все про экологию. Про самую такую обычную, сельмяжную, я бы сказал, даже экологию. Вот. Ну, и бог с ними. Ну, и что? Я, например, вот со школой радости тоже такая же была история. Оказалось, что много есть школ радости, и даже в разных странах они есть. Ну, и что? Ну, это даже хороший, так сказать, предлог в будущем, чтобы нам как-то найти кооперацию с этими людьми. И, значит, у нас есть много чего-то общего. Вот. Так что, это не знаю. Может быть, если это Mercedes-Benz или что-нибудь в этом роде, ну, тогда да. А у нас пока такое мелкое, и вот все такое, и еще много лет будет мелкое. Ну, вот. Так что, я бы предложил пока этот вопрос оставить. У меня нету никаких дальнейших идей на название. Ну, и хорошо. Тогда пока и эко-сети оставим. Вот. Значит. Значит, второй момент. Хотел обозначить. Значит, если мы объединяемся, и мы говорим про эко-сети, на вашем сайте есть определение эко-сети. Я еще раз подчеркну про то, что Валерий Павлович говорил, что есть люди, а нет общего дела. Касаемо общего дела, у нас все равно вырисовываются три направления внутри этой самой эко-сети. Первое направление ваше, связанное с взаимным обучением. Это речь идет про образовательный сегмент и обмен знаниями, опытом и так далее. Второй момент есть у Валерия Павловича. Он позволяет, и его технологии, вернее, позволяют принимать разумные решения, осуществлять их выработку и получать оптимальные те самые решения. А мы склоняемся в сторону прикладной предпринимательской деятельности, касаемой конкретных дел, больше в экономике. И речь идет, прежде всего, про управление проектами. То есть после кальетовского принятия решения мы начинаем действовать. Там вступает закон управления проектами. Вот, получается, в таких вот три века развития, где мы можем где-то и общие точки находить, но мы где-то будем разделяться. Вот такое у нас сегментирование устраивает в этой эко-сети. Как вы его видите? Вот, значит, я вообще его никак не вижу, потому что я так исхожу из того, что эко-сеть не является никаким объединяющим ни местом, ни процессом, ни тем более органом. Но, тем не менее, люди туда приходят за чем-то таким, что они друг на дружку чем-то похожи. Вот Игорь Донченко, он сформулировал очень хороший, такой, я бы сказал, принцип, который мне симпатичен. Ведь это люди, которые заняты созидательным, позитивным чем-то. Вот, значит, два таких слова. Во-первых, созидательный, а во-вторых, позитивный. Я спешу сразу. Вот. И всё. Я, например, начинал эту эко-сеть когда-то много лет тому назад, исходя из очень простой потребности, которая у меня возникла ещё когда я только первый кооператив в 87-м году создал. Вот. Понятие, с кем можно иметь дела, а с кем нет. Вот это вот такое чисто потребительский такой подход создать такую табличку или как это вот, это называется чёрный список, да, с кем не надо иметь дело, да. Такие чёрные списки разные люди в разных местах создают, так сказать, под свои задачи и туда вносят нехороших людей, с которыми не надо иметь дело. Вот. Я подумал, что это, конечно, здорово, но надо было лучше сделать другой список, противоположный. Наоборот. Людей, с которыми можно и нужно и следует иметь дело. А чёрный список, ну, он сам образуется. Вот. Сам автоматически. Поэтому... И вообще нет в этой эко-сети. А дело в том, что там какое-то... Я вот... Мне всё время вспоминается сказка, и я, наверное, буду её много раз ещё в сегодняшнем нашем разговоре использовать. Этого Витязя звали, он там на Северном Кавказе действовал когда-то давно. Ну, какая-то сказка в детстве я читал. Его звали Салтан. Он побеждал огромные отряды там противников в одиночку. Он просто садился на своего коня и скакал в поле. А эти гнались за ним. Через некоторое время они вытягивались в длинную цепочку. После этого он останавливался и перерубал их по одному. Вот. К чему я это? Я, конечно, никого не собираюсь перерубать, но вот это вытягивание в длинную цепочку для меня это такая модель, в которой люди делают дело и в нём себя проявляют. Вот люди по мере того, как они делают какие-то свои дела, не те, под которые мы объединились, а каждый делает своё какое-то дело и в нём себя проявляют. А другие участники что-нибудь об этом узнают. Кто-то больше с ним коопируется, кто-то меньше. Вот. И мнение этих людей об этом человеке, о его делах, они, ну, должны в нашей эко-сети накапливаться каким-то образом. Вот это вся идея. И под эту идею, собственно, и происходит объединение, а не под какое-то общее дело. Оно возможно там какими-то группками, как мы с вами говорили в бирюзовых организациях, да? Вот. И пускай там эти дела будут, а не какие-то отдельные группки будут объединять. Но вот такого типа наша цель коммунизм я бы не хотел вообще близко видеть. Коммунизм, ну, я вообще измы очень-то не очень люблю, потому что люди очень разные все. Кто-то, наверное, какой-то изм любит, но есть реальная жизнь, она связана с конкретным делами вокруг конкретной семьи, организации конкретного человека. Обычного. Вот. Поэтому то, что вот вы перечислили, что вот у вас, у меня и у Гальетова есть некоторые векторы, они как-то там друг дружке чего-то помогают, и это хорошо, и пусть оно будет. И таких векторов у нас там может быть очень много. Люди же будут присоединяться, каждый со своим индивидуальным вектором. Так что все, ну... Да, речь как раз вот о переходе к абсурдизме алгоритма входа на каждый вектор. То есть, может, у вас какие-то свои личные взгляды на алгоритм входа. Ну да, вот я... То есть, как выпускать, есть орден иезуидов, он использовал определенные входы. Отбирали только, ну, грубо говоря, самых лучших людей мира. Ну, как они их назвали, к сожалению, наверное. Но, получается, у них избранная не очень такая сеть. равноправная, так скажем. Ну, очень жесткий был порог входа. Справедливо ли это или несправедливо, не знаю. Сеть добилась определенных успехов. Можно брать пример, можно не брать пример. Есть. Сеть ВКонтакте, где каждый желающий заходит, начинает куда-то присоединяться. Мое мнение, что это не самый лучший метод вхождения человека, например, в дело. Другой вопрос в сеть может войти, а вот в дело не очень хороший. Надо все-таки как-то сначала познакомиться. Ну вот, значит, вот вы сейчас сказали вход в сеть или вход в дело. Поскольку вот я свою позицию обозначил, что человек приходит в сеть, а общие дела у нас отсутствуют. Есть дела отдельных кучек людей. Ну, вот в этом бирюзовом смысле. Горизонтальная вот эта организация. Вот, поэтому мое изначальное видение, что вход всем возможен. Вот пришел человек, и он уже член. Но при этом у него права ноль. Вот, например, ну, я самый простой, только сельмяжный пример приведу. Он начинает действовать как-то. Первое действие, которое от него требуется, выложить свою фотографию. Вот фотографию не выложил, права вообще ноль. А если выложил, о, кладем балл в его права. Или, например, более такой серьезный параметр. Выложил копию паспорта с пропиской. Я говорю, о, ничего себе. Решился, как это ты смог? Вообще-то, как-то мы даже не просили. Вот. Или там, ну, что еще. То есть, человек как-то себя начинает проявлять. Начал с кем-то контактировать. А человек, с которым он что-то начал делать, отзыв на него отписал, какой-то негативный. Так у него права вообще в минус пойдут. А написал позитивный. Я здесь чуть-чуть, да, сразу перебиваю. Ну, например, поскольку мы начинаем формировать платформу, назовем ее так, у нас есть общая платформа, а дела-то у всех разные. Я считаю, что это более правильный такой подход. Мы создаем площадку минимально, с минимальными какими-то условиями для того, чтобы давать человеку возможность создать на этой платформе свое дело. Прежде всего, чтобы чем-то заниматься, иначе это будет просто сеть ВКонтакте опять с Балтологией, наверное. Ну, и Балтология, наверное, в каких-то заключительных случаях формирует какое-то дело, идею, мысль, книгу, а в основном она служит просто обменом эмоциями. То есть здесь надо ограничиваться. Вот, значит, я на Балтологии хочу сделать маленькую боковую веточку. Значит, вот наша сеть, она сильно отличается от всех известных социальных, так называемых, сетей, которыми, на мой взгляд, социальными сетями вообще не являются, и с чем-то социальным даже рядом не лежали. Вот. По их сути, по социальности. Вот. Поэтому у нас Балтологии просто нет, поскольку нет никаких средств коммуницирования, таких, как вот есть в этих сетях. Нет никаких средств публикации и каких-то сообщений для многих людей. Вот если вам это надо, вот идите в ВКонтакт, в Фейсбук, куда хотите идите, и там давайте, пользуйтесь... Давайте, в принципе, тем более сохраняем, поскольку напрямую с этой сети, опираясь на нее, будем создавать. Вот касаемо фотографий, их не надо уже добавлять. Потому что есть ВКонтакте, стоило здесь. Ну, я фотографию привел, я фотографию привел просто как пример, да? Ну вот. Ну вот. И человек, вот, по мере того, как он в нашей этой сети действует, он себя как-то проявляет. И тогда ему добавляются права. Ну, это отдельная история. А сейчас, вот так сказать, как добавлять? Ну, я вот предложил простой способ. Я тот, который написал, я сейчас озвучу, да? Вот, значит, что вот мы с вами вдвоем образуем совет или как там, правление или какое-то другое слово, некоторую вот такую идеологическую, так сказать, ячейку. Вот. И говорим, вот мы вдвоем договорились, то есть, принцип простой. Саша, я вас приглашаю, а вы меня приглашаете быть вместе вот этой вот самой ячейкой. Ну да. И вот, значит, мы говорим оба, да, и мы уже ячейка. Да. Вот. Но тогда встает вопрос, а как принимаем третьего? И тут нужен алгоритм. Ну, я предлагаю алгоритм консенсуса. То есть, только, когда все согласны. Вот. Там, когда мы переписывались, я тоже обозначил, что должен быть алгоритм обратный выхода из этого. Вот. У меня нет алгоритма готова, к сожалению. Это проблема так всехная, не моя только. Вот. То есть, как вообще оттуда отзывать или что-то вот выгонять и все такое. Поэтому надо будет в этом направлении думать. Вот. Поэтому все. А дальше вот приняли любого человека. И надо сделать какую-то фишку, где что-нибудь, ну, как-то о нем начинаем фиксировать. Точнее, он сам себя как-то проявляет и что-то фиксирует. А это просто наш инструмент, наша платформа, ну, предоставляет инструменты ему и нам, чтобы это фиксировать. И все. Сегодня, значит, я свою ситуацию обрисую, где мы наруем конкретно прикладную. Мы взяли сеть ВКонтакте, значит, и на нее будем опираться технологически, чтобы не выдумывать и не писать огромные программы, когда уже интересные молодые ребята уже сделали готовую платформу, где можно добавлять, удалять друзей. как раз тот самый инструмент уже есть. То есть, если вы удалили себя другом, у вас из этой эко-сети исчезает с вашей, с вашего поля деятельности, которое вот вы расставили. То есть, есть готовые инструменты, мы на них опираемся. Когда мы приходим в нашу сеть, а мы из нее приходим через ВКонтакте, и старт пока предлагается сделать таким образом. У вас есть на сегодня в сети ВКонтакте определенное количество друзей. И вы посылаете конкретному другу из этой сети ссылочку на вход. То есть, приглашаете уже сами какого-то своего друга. Значит, вот и тут бы я сказал, вот смотрите, вот это есть некоторое фактическое мое действие. Мы его фиксируем? Да, вы ему посылаете конкретную ссылочку на вход. Нет, я не про это. А потом... Вы его пригласили иметь с него. что вы его пригласили, мы можем организовать этот механизм. Что именно вы в ответе за того, кого пригласили. Мы будем такую ответственность вводить? Конечно. Это хорошая такая ответственность, я считаю. Не, обязательно. отвечаю за другую. То есть, смотрите, про саму ответственность мы пока ничего не говорим, да? Да, ну, я имею в виду, если получаются какие-то товарищи. Вот, но я сейчас говорю просто про минимум. Вот фиксируем мы это где-то или нет. То есть, другие люди всегда могут узнать, кто вот этого пригласил. Да. Вот это минимум, который нам пока нужен и понятен зачем. Вот и все. И мы к этому минимуму уже сейчас можем добавить рекомендацию. Вот когда вы его вводите в сеть, с вашей точки зрения, почему вы его можете уже написать вот такой текст. Конечно, да. Вот ссылочка. А дальше люди вот насчет голосования нужно, не нужно или достаточно того факта, что раз мы вам друг другу доверяем, я доверяю ваше действие. Достаточно того, что вы разместили ссылку и то, что дали краткое описание, человек уже в сети. Да, да. Нет, больше ничего не нужно. И можешь повторять такие вопросы. Пока вот можем с этого начать. Больше ничего не нужно. Но теперь надо, я все время говорю, вход такой же свободный, как и выход. Да. Значит, а теперь у меня есть, поскольку я его пригласил, у меня есть, так сказать, как это, право последней инстанции его оттуда и исключить. Я могу им пользоваться, могу, да. Или там человек, который говорит, слушай, вот ты его пригласил, исключи его. Я говорю, стоп, обоснуй. Вот тебе поле, вот ты туда это напиши, я почитаю. Вот он тоже почитает, наверное. Но мы решим, там ему показывать или нет. Да? Вот. И вот тогда я вот, может быть, приму решение. А может и нет. Ну это, в диалоге с вами, раз вы его, например, я его тоже пригласил, но с вами две ссылочки на эту другую. Здесь надо думать. А, ну да, да, вот. Я не знал, что вы его пригласили, и тоже его пригласили. Да, вполне может такое быть, да, вполне. Вот. Если у нас уже 100 человек, например, и тогда, тогда, значит, нам нужно говорить о том, а кто теперь имеет право по средней инстанции? Да. Вот. Имеет ли. Да, имеет ли. Или опять нужно, вот, если двое пригласили, то только с их консенсуса можно удалить. Вот как вы считаете? Какой алгоритм? Ну, по времени... Это если все удалили, то удалился. А если кто-то оставил, это его право и это его ветка, он за него ответил. А если бы вы на своем экране не дружите с моим другом, с которым не захотели дружить, ну, конечно, не видите, вы его отключили, а на моем экране он продолжает жить и взаимодействует со мной. Да, конечно, да. Ну, то есть, вот так вот, просто очень все тут понятно. Вот касаемо удаления, просто получается, мы вводим ссылочку на старте, даем ссылочку товарищу и указываем ВКонтакте есть у вас наверху, когда вы сидите в соцсети, у вас есть вк.ком касая тра-та-та-та-та. Вот этот адрес прямой надо будет и указывать, что вы хотите этого человека внести в сеть, в экосеть. Ну да. он получает свой экран. Теперь еще один вопрос. Нет, подождите, подождите, тут у меня вопрос. Значит, если мы, человек у нас побыл в нашей, в нашей какой-нибудь компании, да, то потом мы его удалили, он сам ушел. Вопрос вот в чем? Остается ли эта память его пребывание? Не знаю. Вот, на мой взгляд, это... Не, дело вот в чем. Дело в чем. Что-то она должна оставаться. Потому что не исключено, что человек снова к нам придет. И тогда мы должны его... Не, надо думать. Тогда мы архив открываем и говорим, ага, он уже был, так а что кто про него, там, где он делал, что, да? Отмечу пока слово архив. Да, то есть архив, конечно, а как? Документы над архивом. Вот. Так сказать, ну, как это говорится, документы о заключении браков и свидетельства о рождении хранятся в архиве, по-моему, 500 лет, что ли? Вот. Типа этого. Вот. Теперь мы следующий момент хотел обозначить сразу, поскольку уже работал. Значит, сейчас мы зашли в сеть, значит, пригласили друзей, и часть из них, например, открыли, ну, подтвердили то, что они зашли внутрь нас, а часть не подтвердили, и вы их можете все равно двигать на своем экране, например, вот то, что нам вы видели, кружочки, есть кружочки, которые внутри сети, а есть кружочки, которые вне сети. Мы будем оставлять возможность какому-нибудь нашему товарищу внутри сети двигать кружочки, которые вне сети. Что имеется в виду, еще раз поясню, друзей, которые не подтвердили свой вход и не зашли, и не участвуют, но мы можем в контактных друзей двигать на экране. Не надо таких? Не надо. Надо, чтобы было, что он тоже знает, что он там. Что он вошел? Да. Остальных же говорил? Да. Пока не подтвердят. Вот. Что-то тут у меня еще было. А, да. Для нашего разговора было бы хорошо, если бы вы мне дали какую-то картинку, чтобы наши зрители нашего разговора с вами, сейчасшнего. А что у нас происходит? Как это визуализировать вот это двигать по экрану, там, где эти кружочки. Мы-то с вами видели уже это. Мы первичный экран, где он там идет пока. Ну, вы мне потом дадите, как он... Да, он пришлет обязательно, Кусочек, чтобы было понятно, где мы сейчас. И я его вмонтирую, вмонтирую его в наш разговор потом. Да, хорошо. Вот. Это будет, конечно, здорово. Ну вот. Ну, что бы я еще сказал? Я бы вот... Конкретные вопросы, если кончились, я бы чуть-чуть расширил рамку разговора. Я всегда пользуюсь такими разговорами, чтобы, ну, дать некоторое представление о перспективе. То есть, вообще, куда мы идем, что там впереди у нас, в ближней перспективе, в какой-то более дальней перспективе. Вот. Я думаю, что это вот такая бирюзовая организация, которая независимо, где люди живут. И как во всякой такой бирюзовой организации, у нее должны быть соответствующие какие-то функции, а для этих функций, ну, должны быть подходящие инструменты. Ну, вот, в частности, например, такой вопрос, ну, который очень всем понятен, это вопрос коллективных денег. Ну, то, что, например, в государстве называется там, не знаю, статьи дохода бюджета, что ли, вот это. Ну, и, соответственно, мешочки такие. А? Мешочки денег для предпринимательства старшим есть мешочки инвестиций, есть мешочек резервов, есть мешочек социального обеспечения для тех, кому трудно реально... Да, но около мешочка там... Мешочки могут быть... Там две половинки. Там в одной половинке мешочки, а в другой корзинке куда надо тратить? Ну, на что-то. То есть, фактически, это не корзинки, это некоторый список потребностей, на что нам нужны финансы. Вот. И в этом смысле для меня это очень важная часть нашей жизни. Эти списки, для чего нужны расходы, они должны быть прозрачны, так же, как и, соответственно, финансирование этих пунктов. То есть, кто чего, куда, сколько дал, как потратил, с чего, это всё должно быть видно и понятно. Вот. Аналогично, такая же прозрачность должна быть в процедурах. Вот мы сейчас с вами проговорили процедуру, там, как кого принимаем, чего, что. Да, да. Вот. А она должна быть, мы же не можем всё время это всем говорить. Ну, очумеешь, да? Ну, я бы довольно задокументировал. Хотя бы задокументировать. Вот. И там должно быть какое-то поле, что ты вот это прочитал, согласен, и тогда только ты туда войдёшь. Вот как насчёт этого, это чистый алгоритм. То есть мы сейчас пишем, что вы подписываетесь, входя в это, вот под этим. Ну, как обычно там на сайтах бывает. Я принимаю такие-то условия, и только тогда кнопочка становится активной. Мы вот такую штуку можем сделать? Да, мы с тобой можем. Вот, видите, и я тут упал на конкретный совершенно алгоритмик маленький. Вот. Конечно, вот, то есть, ты вот как-то соглашаешься вот с этим, тогда давай. и там, наверное, не будет сначала много чего-то такого уж прямо типа Конституции, а будут какие-то простые человеческие вещи. Вот. Будем над ними думать. Вот. Так что вот перспектива ближняя, вот такая, надо будет делать какой-то такой вот список, и, соответственно, казна к нему, вот эти мешочки, как вы сказали. Я тоже мыслю мешочками. В корзинке для меня всего три на самом деле существуют, как мы недавно выпустили ролики. Есть всего лишь три линии человеческой деятельности. Функционирование, развитие и решение варенья каких-то проблемных, разовых вещей. Вот есть, по идее, три всего лишь корзинка. Больше ничего нет. На всех видах человеческой деятельности. Мне вспомнят. Функционирование не устраивает, прекрасно, значит, корзинка не растет. А есть кому-то надо по жиры нагонять, ну давайте во вторую корзинку. А если случилась неприятность, ну давайте третью пополним. По идее, больше нет ничего. Три такие корзинки. Ну, вторая, она в большинстве, где она имеет. Ну да, ну да. Вот. И второе направление в более такой длинной перспективе, которое тоже нужно иметь в виду и над ним постоянно думать, это то, чего вот в нашем разговоре сегодня мы много раз, нам нужно было просто. Это алгоритмы. Алгоритмы того, алгоритмы сего, то есть фактически правила игры, я их называю. Вот. Или процедуры. То есть как человека включить в чего-то, как его выключить, что это, по каким правилам то-то можно, а по каким правилам то-то нельзя. Да. Вот эти вот вещи, такие предложения от наших членов нам нужны, пускай и для них надо место. то есть вот нужен инструмент, где можно эти предложения складывать. Это к вам уже, это можно уже записывать. Нужно хотя бы такое... Я бы записал, что нужно расписать инструкции по алгоритмам входа и выхода, а внутренние алгоритмы они по мере дальнейшего продвижения начнутся, пока мы их не трогаем, там много по проектам. Ну вот, вот смотрите. Своими отзывы как давать. Не, не, я бы сейчас просто... Посмотрите. Вот типа двух документов. Один документ на чего нам нужно тратить деньги, чтобы люди туда могли вписывать свои пункты. А другой документ предложение по алгоритму. То есть это может быть просто запрос, что вот такой алгоритм надо, но я не знаю как его сделать. Типа, да? А другой говорит, а я вот по такому алгоритму думаю надо сделать так, да? Вот такой накопитель пока что. По поводу вот картиночек нам нужно все-таки описание дела. Дело к чему относится? К функционированию, к алгоритм, к ситуации или к разному делу? Ага. Даже должен это дело уметь грамотно написать, тогда он, наверное, привлечет каких-то других товарищей. Во-во-во, классно. Это вопрос проектного управления. Угу. Хорошо. Да, ну вот так вот. Ну, на самом деле максимально надо упростить. Ну да. У нас на экране пока между двумя людьми есть отношения всегда. Вот, смотрите, пока вот эту неделю задумывался по поводу чего. У нас в паре, когда мы работаем, именно работаем, сделан, и входит третий. Получается, у нас все равно там отношения разбиваются по парню, как вы считаете? Значит, вот чего. работа группой. Как она вообще? Что такое работа группой? Это все равно по парню взаимотношений вести? Обязательно. Если глубоко копать. А ничего не надо глубоко копать. У нас в жизни всегда происходит только парное, а вот фронтальное общение, оно очень искусственное. Это в виде лекций, доклада, еще чего-то там такого, вот, где именно специально организованное, и только так можно. Вот. Поэтому просто это обычное, но природное явление. Человек способен разговаривать только с одним человеком. Когда он с ним говорит, третий может быть рядом, или четвертый, или пятый. Но он не участвует в этом, он только статист. Вот. Так что... Что касается решения задачи, ну, смотрите, я несу тяжелое бревно, один, прошу помощи двух, они сразу два подходят, троем мы несем бревно. Ну, нормально, да. Это вот все-таки задачу делают трое, или мы попарно со всеми поговорили по очереди. Не-не-не-не-не-не. Значит, смотрите, одно дело коммуникация, а другое дело делать дело. Ведь сегодня совершенно всем уже понятно, что никакие хорошие вещи создать одному человеку нереально. вот, потому что, ну, то, что один мог создавать, уже давно все создано. Да, вот. И поэтому вот это вот распределение всяких функций, вот как вы там говорили, менеджер по организации, менеджер по эксплуатации, менеджер по развитию, вот, каждый делает свой участок работы, а вот когда они вступают друг к другу в коммуникации, там парная коммуникация. так что тут все нормальненько, все путем. Вот, ну ладно, чего, я доволен, а вы? Я тоже доволен, выяснил, хотя бы старт алгоритма. Угу, вот. Будем пробовать и смотреть, что получается. Ну вот, теперь дадим ссылочку на разговор Валере Палычу, может быть, получим от него еще парочку каких-нибудь приятных таких кирпичиков для нашего общего дела. Ну и другим тоже дадим. Хорошо. Хорошо, тогда до свидания. Всех будьте здоровы.